Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня, наконец, мы с вами будем проходить тему, что же такое у нас баре и для чего это надо. Поэтому бери инструмент в руки и погнали учиться! То есть мы должны сначала понять, что же такое баре. Баре это прием игры, при котором наш указательный палец зажимает несколько струн или все полностью на одном ладу. То есть мы можем разделять баре как полное, так и неполное. Полное это имеется в виду, мы зажимаем все струны одновременно. Неполное это где три струны одновременно и две струны, соответственно, одновременно. Есть несколько вариантов записи баре. Первое, это самое простое, прям написали, подчеркнули, что это палка, значит у нас это будет баре. Есть запись, где пишут вот такой вот дугой. Это тоже будет считаться баре. И третий, мой самый любимый, то есть тут непонятно, или можно сыграть баре, или же можно сыграть как написали. Соответственно, вот мы сейчас возьмем аккорд в си бемоль, да, в этой записи не написали, что можно сыграть баре, поэтому можно пытаться как-то изощренно сыграть вот таким вот образом, ломая пальцы, ничего не будет звучать. А можно поставить баре. Давайте же все-таки разберем, как правильно держать инструмент во время зажатия баре. Ну, во-первых, первонаперно мы должны понять, что мы не зажимаем баре большим пальцем. То есть я видела, когда некоторые ребята разбирают песни и играют вот таким вот образом. Ни в коем случае большим пальцем мы не зажимаем баре. И в принципе мы не играем большим пальцем. Так, мы помним, что большой палец у нас только держит гриф. У нас за грифом чуть-чуть выглядывает, или вот полностью где-то у нас находится в этом пространстве. Баре играется только указательным пальцем, ну или иногда мы можем, конечно, помогать средним, но это чуть позже. Вот, разберем. То есть если мы играем полное баре, да, то наш указательный палец немножечко выглядывает и за грифом. То есть не надо вот четвертую струну, мы на четвертой струне остановились и все, нет, чуточку выше, чтобы у нас было твердое уверенное зажатие. Вот, что делает в это время наш большой палец? То есть в это время наш большой палец стоит по середине грифа. То есть на нем есть опора. Он не должен вот таким вот образом выпирать, вот такие, о, мы держим баре, ни в коем случае, нет. То есть вот по середине примерно нашего грифа. И получается, что мы зажали указательным палец, чуть-чуть выпирает, и наш большой палец дает опору. Тогда будет все великолепно, красиво звучать. Также важный момент, что мы нашу ладонь не прижимаем ни в коем случае к грифу. То есть у нас работает только указательный палец и большой. Вот, видите, да, что я ладонь не прижимаю. То есть у нас это будет зажатие, это будет неправильно. Отлично, с этим мы разобрались. Также следите, чтобы наш указательный палец был точно на нужном ладу. То есть не где-то вот между вторым и третьим, допустим, да, вот непонятность, четкости звука нет. Вот, если у нас сказали на втором ладу зажать наше баре, значит мы зажимаем, соответственно, на втором ладу наше баре. Вот, ни два, ни полтора, ни где-то между ладами, в точности, где нам нужно. Разбор на укулеле. Также несколько упражнений. Как же начать зажимать баре? Вы должны понимать, что это не сложно, потому что у нас нейлоновые струны, всего четыре струны. На гитаре, да, там нужно будет прям очень сильно постараться, конечно. А теперь немножечко практики. Если у вас слабые пальцы, то на первых порах может получиться так. Вы зажали, вроде бы все сильно правильно делаете, но могут не звучать зажатые струны. То есть может получиться так. То есть, да, слышите, что у меня выбило вторую струну и третью. Вот, вы что-то стараетесь нажимаете, зажимаете, но иногда выпадают какие-то струны. Поэтому вы можете помочь соседним пальцем третьим положить друг на друга. Проверяем. Отлично. Вначале вы можете помогать соседним пальцем. Когда вы уже обретете ту легкость игры, на разных ладах что-то потрулькали, можете стараться без поддержки. Да. Первое, что мы вывели, если не получается сразу одним пальцем, помогаем соседним. Отлично. Нужно учитывать один факт, что все инструменты, они уникальны. То есть у всех свои фишечки, у всех какие-то недочеты. И поэтому, особенно если вы купили дешевый инструмент на Алиэкспресс, что я им крайне рекомендую делать, может возникнуть такая вещь, что на первом ладу может не звучать баре. То есть у меня звучит все отлично. Но была у меня предыдущая укулелька, она со временем не стала у меня строить на первом ладу. Поэтому если у вас случилось, что вы стараетесь, вроде бы делаете все правильно, но не звучит на первом ладу, ничего страшного. Это такая особенность вашего инструмента. Для начала мы должны прокачать наш указательный палец, поэтому мы играем нашу с вами баре на разных ладах в хаотичном порядке. Да, но при этом следите, чтобы все струны были слышны. То есть вы зажали баре, проверили. Отлично, все зажато, все звучит. Потом, допустим, переместились на пятый лад. Сыграли, проверили. Отлично, звучит. Погнали дальше. Может случиться так, да, или дребезжание какое-то, или... Не дожало. Зажимаю еще раз. Уже лучше звучит. Отлично. Если понимаешь, что не хватает силы, помогаем соседним пальцем. То есть первое упражнение. Можете в хаотичном порядке, проверяя звук, зажимать баре на разных ладах. Когда мы уже полностью смогли это все делать, все отлично, круто, классно, усложняем немножечко задачу. Если вы играли с соседним пальцем, то есть... Ну, а теперь без поддержки так же играем в разных ладах. Да, с непривычки сначала может болеть указательный палец после игры, но если вы будете каждый день уделять этому хотя бы 10-15 минут на эти упражнения, то под конец недели вы поймете, что да, круто, я уже могу зажимать баре. Есть следующее упражнение. Там может быть множество вариаций, но я покажу парочку. Вы сами можете его модернизировать или повторить за мной. То есть что заключается в этом упражнении? У нас стоит баре на любом ладу, и мы добавляем к этому другие пальцы. То есть на первой струне. Потом на второй. На третий. И на четвертый. Да, мизинцем может быть сложно играть, понимаю, мне тоже немножечко сложновато. Поэтому сильно не переусердствуйте, понимаете, что тяжело начинает у рука болеть. Потихонечку добавляем. То есть мы сыграли, допустим, наше баре, добавили хотя бы средний и безымянный. Мизинец пока можете не трогать. В чем суть этого упражнения? В том, что мы не только теперь думаем о баре, но и думаем, какие добавить к этому струны. И, наверное, интересует всех вопрос, для чего же, в принципе, нам нужно уметь играть баре. Это, конечно же, все-таки развитие вашей игры. То есть вы не только будете основываться на самых простых аккордах, но уже можете что-то сыграть и аккордики с баре. Ну и, конечно же, простые аккорды вы можете преобразовать при помощи баре. Например, у меня есть аккорд до, аккорд с. И тот же самый аккорд я могу построить при помощи баре. Это очень удобно, когда у нас идет какая-то песня, и чтобы вот у нас там, допустим, песня состоит из четырех аккордов, три из которых с баре, и у вас аккорд до. То есть, представляете, да, не очень удобно. Там финты какие-то у вас тут так, сяк, и аккорд до. Ни к силу, ни к городу. Поэтому проще взять этот аккорд и перестроить в баре. Ну и, конечно же, когда вы будете разучивать какие-то песни с неизвестными аккордами, в которых есть баре, вы не будете пугаться. Такие, ааа, мне нужно найти ту же самую песню с простыми аккордами. Зачем? Зачем все усложнять? То есть вы увидели аккорд, ага, вы понимаете, что в этом аккорде есть баре, и вы сможете это сыграть. Ну и также баре, на самом деле, оно упрощает игру. То есть могут не написать, что в этом аккорде есть баре, вы понимаете, что да, мне легче поставить баре, чем делать какие-то вычурнутые непонятные вещи. Что вот это как, это что, это вот куда, для чего, если вы можете... Ага, я могу просто зажать. Здесь баре. Звучание не поменяется, и мне будет намного проще переходить. Вот и все на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Если у тебя остались какие-то вопросы, или ты можешь сказать Дарья, спасибо большое, что ты разобрала, что такое баре, то, конечно же, все пиши в комментариях. Я посмотрю и отвечу тебе. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok